Ганна Васильева на особистый прием до Баляслава-Перштука пришла с просьбой. Пенсионерка рассказала об урачах Речицкой районной больницы, те кучи, яким ее худкой правильно поставили диагноз и призначили лечение. И она ожидала, как про этих чулых и отказных медиках, доведала себя кмага больше людей. И назвала их имены. Загадчик травматологического отделения Геннадька Лесникова, кардиолог Яна Гребенчук и головный урач медустановы Александр Пузиков. Тамара Литвинева на особистые приемы до представников Улады приходит регулярно, причем частей за все звертается с просьбами, яке тучится развития Речицы, доброго парадкования райцентра, питаний жильево-коммунальной господарки, рамонт дорог. Кажа, что, дякуючи Баляславу-Перштуку, яке з'является депутатом Минавито-Паречицкой и выборшей окрузе, звороты вращаются худка. Сегодня я руководствовалась одним единственным желанием выразить благодарность Баляславу Казимировичу, нашему депутату по Речицкому избирательному округу, за то внимание, за то отношение к людям, которое я видела, вижу и почувствовала это на себе. Возникали ситуации, которые заставляли меня или, по крайней мере, стимулировали меня обратиться к нему с тем, чтобы решить не личные вопросы, а вопросы государственного плана, но местного характера. И к великому удовольствию я, кроме общения, я получала всегда обстоятельные ответы и, самое главное, конкретные действия. Поэтому заканчивается вот сейчас депутатский срок, и я посчитала чисто по-человечески необходимым прийти и сказать спасибо за ту работу, за то отношение к людям, которое я видела и почувствовала это на себе. За последние годы, даже развитие, в Раджицком районе отримала деревоопрацовщая галина. Это стабильная выплата заработной платы и больше значный удел у экспорта промысловой продукции региона. Не застаются у Баку депутаты и от социальной сферы. Важно не количество, может быть, измерять той помощи, которую депутат оказал, а важно, как мы увидели, еще раз, наверное, повторюсь, вот те точки, которые, может быть, тормозят или сдерживают развитие, да, и надо их снять, надо их раскрепостить, надо поддержать. Вот в этом я вижу залог успеха. Мне импонирует регион, знаете, хороший контакт у нас сложился как с избирателями, так и с руководителями. Без этого просто невозможно работать. И даже пенсионеры обычно, они в более тяжелом положении находятся. Тем не менее, вот в ходе приемов нет таких злостных каких-то, злобных каких-то, знаете, таких вот настроений. А присутствует в большей степени доброжелательность. Я стараюсь тоже вникать до конца в ту проблему, которую поднимают люди. Иногда эти проблемы не местного масштаба. Например, там внук, там где-то в Чехии, вот был недавно вопрос, да, а ему не платят пособие. Неполная семья, там нет кормильца. Кто-то там пенсию получал, например, в России, а здесь ему не выплачивают вовремя или не так регулярно. Такие бывают сложные вопросы, которые надо, с которыми надо поработать. У кого-то есть проблемы в здравоохранении, какую-то надо срочную операцию, а нет возможности, например, в Речице или в Гомеле. Тоже стараемся оперативно как-то там. Много таких разных рабочих моментов есть. Увугу легалонная задача депутата – активный удел у законотворчасти. Правила развития краины треба распрацовывать таким чином, как эффективно функционовали у всех Алины. И как оценить, какие проблемы турбуют насильниство, важно проводить сустреч и окажуть на местах. Только так можно убачить и ликвидовать болевые кропки. Таким чином и сами люди разумеют, что выходит у компетенцию депутатов, и какие проблемы с их допомогой можно вырешить. Марина Джала, Сергей Лукашук, телерадио «Компания Гомель» с Речицы.